Воспитанники студии Виктория занимаются в хореографическом зале ДК КАМАЗ. Кружок работает здесь с самого открытия Дворца культуры, рассказывает его бессменный руководитель Александр Косолапов. В этом году танцевальную студию пытаются выжить из занимаемого помещения, уверен тренер. Поступило письмо, что мы с 1 января вообще уходим из Дворца. Хотя мы во Дворце находимся с 79-го года. До сентября этого года больники могли заниматься каждый день. Сейчас по решению руководства ДК КАМАЗ количество репетиций сократили до трех раз в неделю. Ведь помимо Виктории в этом зале теперь тренируются еще пять коллективов. Три группы детей запихнули в эти три часа. То есть спрессованные занятия вот так абсолютно без перерыва. И как в таких условиях должен педагог заниматься? Ни одно сердце не выдержит, поверьте. Я просто врач, я знаю. Хотелось бы, чтобы дети занимались, потому что у нас вот старший сын занимался здесь у Александра Васильевича. Теперь вот младшего мы вводим сюда. Танцевальная студия Виктории относится к Дю США Титан. Его директор объясняет, ДК КАМАЗ предоставляет помещение для воспитанников спортшколы бесплатно. Вопрос о закрытии студии стоял, но уже решился. Группы эти никто не выгонял. Они оставались на весь учебный год, который сейчас идет. Вот этот весь учебный 2015-2016 год. Как выяснилось, разногласия между тренером Бальников и директором ДК КАМАЗ произошли из-за платных групп. Руководитель Виктории хотел по-прежнему проводить коммерческие уроки в стенах Дворца культуры. В этой части ему и было отказано. В этом творческом сезоне в ДК КАМАЗ открылись новые студии. Они работают совершенно бесплатно. Для проведения коммерческих уроков площади не осталось. Это решение пересмотрено быть не может в приоритете развития бесплатных кружков, заявило руководство Дворца культуры. Эльвира Ермакова, Петр Греков, Эфир 24. Настройте и смотрите новый телеканал в кабельных сетях. Эфир 24. Релакс.